Другие мероприятия, в том числе и политического характера, я их можно повторить. И заключительный вопрос на сегодня. Давайте LifeNews. В.Вадим Владимирович, на встрече с премьером Индии Вы, в общем-то, пообещали, что займётесь йогой. Уже успели? Может быть, какими-то успехами можете похвастаться? Спасибо. В.Вадим Владимирович, на встрече с премьером Индии Вы, в общем-то, пообещали. В.Вадим Владимирович, на встрече с премьером Индии Вы, в общем-то, пообещали. Как Вы видите мир через 10-20 лет в контексте теперешних договорённостей? Будет ли это специальный, будем ли мы иметь карточки банковские, БРИКС, будет ли у нас паспорт БРИКС, например, да? Будут ли какие-то... То есть, что нас ждёт через 10 лет? Какие языки нужно учить нашим детям? Спасибо. В.Вадим Владимирович, на встрече с премьером Индии Вы, в общем-то, пообещали. В Китае в том же делают. И уверен, что это будет продвигаться 100%. У нас большой рынок. Ну и что же мы сделали? У нас виза и мастер-карт. 97% обслуживают клиентов внутри России. Но это нормальная ситуация? Нет? Нет. Но мы это позволили сделать нашим партнерам, исходя из того, что экономика вне политики. Выяснилось – нет. Она погружена. Более того, используется как инструмент политической борьбы. Поэтому мы должны будем сделать для себя выводы. Но это не значит совсем. Я уже много раз об этом говорил, что мы должны себя как-то сами себя ограждать какой-то стеной. Этого не будет. Мы будем использовать все инструменты сотрудничества со всеми странами – и с Соединёнными Штатами, и с Европейскими, и с Азиатскими. Но, разумеется, будем активно развивать отношения, в том числе и прежде всего с теми, кто хочет с нами сотрудничать. Страны БРИКС этого хотят. Это мощные государства, имеющие стратегическую перспективу развития. Это лидеры, будущие лидеры мира и мировой экономики. В этом же нет сомнения. Посмотрите на человеческие природные ресурсы и потенциалы. Посмотрите на темпы роста. Поэтому уверен, что появятся и новые инструменты сотрудничества, которые будут благоприятно отражаться на граждан наших стран. И мы будем иметь дело с миром более сбалансированным, более безопасным и процветающим. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое.